Добрый день, дорогие друзья! В студии Мара Багирова. Остряки предлагают фразу «будто там медом намазано», заменить на «будто там вай-фай есть». Вот так меняются времена. А что изменилось за год в работе дагестанского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» журналисты узнали на пресс-конференции его директора Руслана Ерахмедова. Филиал «Ростелеком» в Республике Дагестан по сравнению с прошлым годом. Если цифры не впадают, мы реализовали около пяти-шести социальных проектов. Коммерческие проекты тоже в разы увеличились. Если говорить не останавливаться конкретно на цифрах, а рост год к году, некоторые позиции есть, которые мы стократно, 200, 300, 500 процентов, которые год к году приросли. Имеется в виду дагестанский филиал. В том числе в прошлом году мы реализовали самый большой масштабный проект УЦН-1, вы в курсе. Это 308 населенных пунктов. Если проще говорить, что понятно было, это от 250 до 500 человек. Мы устанавливаем как раз-таки на фотографии самых труднодоступных, малонаселенных пунктов, где практически не было никакой связи, то есть организуем вай-фай зону. И в радиусе 100 метров бесплатно могут пользоваться интернет-услугами. Но вы понимаете, если есть интернет, значит здесь есть все услуги. В этом году... Исландович, эти 100 метров называют 100 метров счастья. Да, 100 метров счастья. А в этом году мы приступили к реализации УЦН-2.0. Это уже от 100 до 500 человек. Туда будет ходить более 500 населенных пунктов от 100 человек. То есть мы будем протягивать оптиковое волокно, но УЦН-2 отличается от УЦН-1 тем, что мы уже не в радиусе 100 метров, а более... То есть там будет и голос. То есть будет устанавливаться оборудование сотовой связи. Какой зачищенный сотовой связи, все думают опять... Ничего страшного нету сотовой связи 5G. Нет, 5G уже пережили. А, пережили, да. Дай Бог, чтобы у нас в Дагестане не только 5G, но и 10G первым внедрили, потому что это скорость, это качество услуг. Про УЦН-2.0 я сказал, но более такие социальные проекты, федеральные проекты, федеральные госконтракты, которые есть. В подробности мы в ходе будете задавать вопросы. Что интересует больше вас, мы ответим. Там наши справки есть. Ростелеком реализует государственную задачу совместно с Минцифрой. Ту лепту, которая сегодня в Дагестане вносится на уровне руководства республики, на уровне правительства, то министерство, которое напрямую занимается этим, Министерство цифрового развития. Хотелось бы поприветствовать нашего нового, одаренного министра, который с полуслова все понимает и не первый день этим занимается. Спасибо большое. А так совместно, то, что если говорить, самое последнее свежие новости, это Дагестан, один из первых субъектов, который компания Ростелеком заключила с Министерством цифрового развития республики Дагестан, это контракт СОС. Более подробно мы позже остановимся. Это школы, обеспечение Wi-Fi зонами, видеонаблюдением. Ну, то есть, туда входит очень много услуг, новый проект, да. И в этом году Дагестан еще один субъект Российской Федерации, который сумел заключить этот контракт, госконтракт. И это большая заслуга Министерства цифрового развития республики Дагестан. Новый министр не успел прийти, видеть, самый масштабный проект и первый проект в Дагестане. Будет реализовывать Ростелеком совместно с Министерством цифрового развития. Поэтому хотелось бы поблагодарить нашего министра, пожелать дальнейших успехов на развитии республики Дагестан. Вы знаете, цифровая среда, цифровое развитие – это будущее. Это и сегодняшний день, и будущее. Ограниченное время у нашего Юрия Владимировича Гамзатову. Предоставим слово. Да. Уважаемые коллеги, вот Руслан Андреевич сказал, что Министерство цифрового развития и Дагестанское отделение Ростелеком мы очень активно начали нашу работу в плане устранения и цифрового неравенства, и социально значимых объектов. Что касается социально значимых объектов, это 3136 объектов туда входят. И школы, и детские сады, и учреждения культуры, и администрация сельских поселений. Все они обеспечены доступом в интернет. И наш Ростелеком является головным оператором при оказании услуг связи по линии СЗО. Что касается ОЦН, ну вот 308 населенных пунктов, численность от 250 человек до 500, они уже обеспечены связью. У нас есть малые населенные пункты, где от 100 человек проживают. Да, до них проводить отдельно, вот ставить вышки связи и все остальное для операторов сотовой связи, это очень тяжело. Поэтому есть вот эта программа, которая нам позволила за счет государства провести и организовать там связь. Для тех населенных пунктов, которые в горах находятся, где не дотягивает до 500 человек, там до 250, это очень хорошее подспорье, потому что люди сейчас должны получать по максимуму, нам и показала наша пандемия тоже, услуги в электронном виде. Если у людей не будет интернета, они это получать не смогут. В этом плане ОЦН 2.0, он помогает даже самым маленьким населенным пунктам. Еще, кроме этого, создается региональная геоинформационная система. Это тоже очень объемный проект, который будет охватывать все отрасли нашей республики, и экономическая, и туристическая, все-все отрасли, и она будет доступна для всех, кому это интересно. Это в том числе и инвестиционная привлекательность региона тоже. На базе вот этого РГИС будет показано, и все будут понимать, что это такое. Потом, что у нас еще в прошлом году было как раз внедрено пару систем. Это служба 112 рубеж. Это тоже Ростелеком у нас был оператором. Они быстро все это развернули, и во время пандемии на 112, и не только дозванивались все, кому была необходима помощь. А также ГАЗ-правосудие. Это обеспечение судебных участков связи, вот именно по государственной линии. В общем, Ростелеком является одним из главных операторов, один из главных операторов интернет-связи, который сейчас будет по линии УЦН-2 и еще предоставляет и сотовую связь тоже. То, что когда сказал Услан Андреевич, мы все затихли и думали, что он дальше продолжен. Эта связь, это люди будут сотовую связь получать. Вот операторы, они будут там, в этой связи, на этих вышках, будут получать как ромниги, они будут подключаться через них, вот у кого есть сотовый телефон, Мегафон, Билайн МТС, они будут оттуда спокойно работать, и также в этих малых населенных пунктах будут тоже обеспечены связи. Вы знаете, что в горы, когда мы едем, у нас зачастую во многих местах связь пропадает. Это уже, ну, УЦН-2, оно максимально уменьшит вот такие зоны покрытия, в которых нет связи интернета. В общем, хочу пожелать нашему дагестанскому отделению Ростелекома удачи, очень амбициозные у них цели, задачи и руководство, которое понимает все это, понимает, насколько важна для Республики цифровая трансформация. Пожелать удачи в работе, всего наилучшего, всех благ, да, и нам всем видеть их результаты работы. Вместе мы все сделаем. Несколько цифр. Общее количество абонентов Ростелекома по всем видам услуг для физических лиц приближается к 38 тысячам. Из них 28 тысяч – пользователей интернета. Обсуждение итогов дагестанского филиала Ростелеком за 2021 год предварил презентационный ролик, подготовленный руководителем пресс-службы Лилой Султановой. Будни в регистрации. Горно-тагестан, чтобы Дмитрий Новая, Воронья, Материн, Материн, Султанова. Всего старого, что Султановского района. Выключение облачной телефонии на заводочном сайте. Почти 5 часов в объемах года. Конечно, без традиционных в живых трассах, в госпитах не обойтись. Зато во время установки оборотов в высококом-тагестане можно пробоваться над великолепной. Не повторит, какая там Швейцария полная отечественная и прохозвещение планет. Правда, порой природа бывает капризна и даже опасна. И никакое соблюдение правительства и безопасности не корректирует, что вы не столкнетесь с такими природными капризами. Это как наши бригады ехали на какое-то лоблогу. Параловы постоянно встречаются. Это они сами снимаются. Тяжелые дороги, когда средства для жизни, работают труды, ненадолевые рабочие дни и в их погоде, и в их погоде. И все это для того, чтобы этот перестанцем независимый городе, живут или в себе было право на доступ к информации. Просто рекомендует устранять. На самом деле, если даже посмотреть технологии 21 века и сочетание горного транспорта, и что это оборудование, и какие услуги оно может предоставлять, воображение очень сложно, особенно на плоскостях центральной части, наверное, где мы же прекрасно понимаем, что рельеф и протяженность Дагестана, у нас и море, и равнина, но особенно вот эти все программы социальные. Как Юрий Владимирович тоже сказал, Гамзатов, УЦН-2, УЦН-1 это социальные программы. Это программы, которые не коммерческие, а именно социальные, то есть бесплатные услуги, чтобы люди могли пользоваться. Устранение цифрового неравенства. Если в горах, в труднодоступных местах не будет связи, не будет интернета, ну, сегодня жизнь предстоит для людей, что без услуг, а здесь все же заключенные госуслуги, начиная там. Не только звонки социальные, но и те же ватсапы, те же фейсбуки, одноклассники, ну, ничего же без интернета не работает. А в таких условиях год, уже третий год мы одни из первых и пришли эти малонаселенные пункты. Строим, запускаем. Да, есть сложности, конечно, преодолеваем. И те цифры, которые сегодня у нас, ну, они говорят о многом. Ну, и самое большое, конечно, это те ребята, которые работают на полях, особенно в горах. Я бы сказал, вот эти съемки на самом деле сделаны нашими инженерами, которые выезжали, ему попадали в такие экстремальные ситуации. Собравшиеся на пресс-конференции журналисты заинтересованно уточняли у Руслана Идрисовича детали работы дагестанского филиала Ростелеком. Со знанием темы задавал вопросы Рустам Каньев. Здесь можно два эка ответить. То, что компания, то, что это населенный пункт от 100 250 до 500 у ЦН 1 метр, попало населенный пункт, если даже три человека там живут, мы эту услугу оказываем. Не зависит от того, к моменту реализации. Наоборот, после реализации этих программ, вначале бывают пользователи 1, 2, 3, у нас есть населенные пункты, такой трафик весь Дагестан даже не делает. Терабайтами скачивают. Причем маленькие села. Маленькие села. Вроде бы по статистике когда смотришь, там должно быть не больше 500 человек. Невозможно 500 человек. Маленькие села скачивают после тракта. Да, скачивают колоссальные тракты. Все скачивают. Начиная с фильмов, заканчивая там, все что. Ну, сейчас трафик сильно возрос. Подъем на своем субъеме. Нет, вы забывайте, что они еще могут... Это же вот, Руслан Андреевич, мы перед Новым Годом с журналистами ездили. Причем это на равнине с селом Хачта. Это Кутан. Он находится рядом с Новым Черкеем. Вы знаете, Новый Черкей это огромное село. Там есть все. Буквально 3 километра с село Хачта. Там ничего нет. Там стоит единственное это Кутан, это Кутанное хозяйство. Там стоит вот такая вот точка доступа. И на этой точке доступа сидят все. То есть они уже не идут в Черкей. Они могут там и подойдут со своим телефоном. Они значит и Сбербанк онлайн. Они могут и госуслуги, МФЦ. Они могут всем полностью пользоваться. Они могут позвонить, они могут написать ватсап. Поэтому там трафик большой. Фильмы скачивают в том числе. Причем вот этот вот в селе Хачта на Кутане там точка доступа Руслан Андреевич стоит около дома прямо у стены. Там такая древняя-древняя старушка по темам. Есть интернет, есть жизнь. Тех же особенно мало. Ну, соло, горах. Коммерческая структура там из-за рентабельности они 10-20 лет они не окупят те расходы, которые вложат в оборудование, там, строительство. Труднодоступные, но и в том числе и количество людей. Почему я акцентирую именно на этом? Это социальный проект. Здесь коммерции нет. Это именно социальный. Здесь нету кейса окупаемости. Просто людям нужно на интернет, им нужна хотя бы одна точка, чтобы в случае чего они могли связаться. Поэтому в наших горных селах для Дагестана, если отдельно остановиться, для гор, для малонаселенных пунктов, сел, то есть даже администрации сел, ФАПы, они пользуются этим, не только населением. Если раньше приходилось лезть на крышу или в соседнюю гору ехать, чтобы поймать что-то, уже на веревочке писать. А большинство этого оборудования мы устанавливаем, в райцентр, подбираем место, согласованное с местными властями, в центре села, где вся жизнь закипает сразу. В связи с сложных событий, ударов, на развитие к своему ладу, с учительной оборудованием, как будете вы готовы на службе импортозамещать? Иностранные оборудования есть какие-то наработки, чтобы работать с нашими местными производителями? Пока мы не видим проблем, да, как снег на голову, но, к сожалению, сегодняшняя ситуация где-то запустится, но резерв у компании есть, и от тех планов, которые на реализацию поэтапно идут, мы идем. Импортозамещение есть и отечественное, но, в крайнем случае, есть Китай, дружественная страна. Хуавей. Хуавей. Да. Пожалуйста, Слава Анастасия, Ярдистан, вы реализуете это, что в основном это, это сейчас по семье, так же. По вопросу, я не нашу на улице, там, кто-нибудь на улице бардак на улице, там, сходишь, это кошмар, все это. Если мне как это влияет, или это не задача, что-то в движение, что-то возможности не взяла, и как вы реализуете все с поцентой и в движение. Я все время говорю, год, оказывается, третий год Ростелекомен, как только пришел, один из проектов у меня было, «Чистое небо» называется, ну, «Чистое небо» на русском так. Мы его начали вот, некоторых, ну, отдельно. А так, масштабно, конечно, это решение есть. Вот, Каркмасово, как бы, реконструкция Каркмасово, там мы совместно с городом это сделали. То есть, обновили свои коммуникации, проложили запасом, и всех операторов, есть компания готова к этому. Единственное, где-то, даже у нас первый пилотный проект был город Махачкала, Ленинский район. Там мы выбирали Кирово, Лаптиево, по-моему, ну, там именно адресно мы подошли. Какие-то подготовительные работы мы провели там. Это не только от компании Ростелекомен зависит. Это зависит от муниципалитетов самих тоже. У муниципалитетов решение есть, ну, где-то у нас по тех условиям, где у нас, как бы, свои коммуникации есть, мы где-то привели порядок, где-то мы их достроили и будем достраивать. А в планах у нас есть «Чистое небо» называется программа и такой, знаете, не адресно, не улично, а масштабно. Мы себе последовательно интро проводили, потому что Кирово по улице Лаптиева, там не наши, как бы, а у них народа, там англии не было. Да, да, почему я Лаптиева сказал и Кирова мы в городе посмотрим, хотя везде это паутина, там вообще небо не видно, одна паутина. Мы вышли с таким предложением, давайте, ну, как бы, мы предоставим технические условия, мы же не можем операторов или там другие коммерческие структуры или те же госструктуры в коммуникации спуститься. Это должно быть такое решение на уровне города, правительства, республики Дагестан. Идеи есть, как с Минцифрой мы эти вопросы обсуждаем. Ну, глобально, чтобы подойти к этому, пока точно делаем. А так, если вы осветите эту проблему, поднимем, Ростелеком готов. Все надо делать. А операторы как? Операторы, слушайте, во-первых, это качество предоставленных услуг будет. Чуть ветер, снег, один провод порвется или один стол упадет, полквартала, начиная с электричества заканчивая все услуги, потому что на одном столбе висят все эти провода. Коммуникации у компании Ростелеком имеется в виду именно канализация своей, практически по городу. Если даже где-то нету, ну, большинство местах магистральные есть. Где нету, мы готовы достроить и предоставить. То есть, из вам от нас идет инициатива, спредоцентрировать? Это и у вас бежуальная республика. В общем, от того, что мы хоть золотыми сделаем эти улицы, пока эта паутина будет, тот же дом. Провода до весь дому, в каждой квартире висят провода. Когда даже в компании на обсуждение идет такое понимание, внешнее подключение только в Дагестане есть. Внешнее подключение это что это? С крыши провод бросили, в окно зашли. А у нас вообще ни в тех заданиях, нигде мы даже не можем это внешнее подключение сделать, просят провод. А большинство жителей, когда делают заявку на подключение к Ростелекому, им говорят по коммуникациям, с подъездом, как положено. Нет, давай через окно. А мы не можем через окно. У нас технического лечения даже такого нет. Внешнее подключение назначено. Дешевле через окно? Быстрее, кто-то не хочет, чтобы просверлили к ним там. Через крышу. Через крышу. В прошлом году, когда реконструкция крыш, то есть обновление крыш было, столько аварий было, потому что меняли крышу, все провода у всех на верху. Такого технического решения, но как бы правильного, так скажем, нет, но в Дагестане у нас очень предприимчивый. У нас коммуникации были, реконструкция улиц, мы поменяли свои коммуникации, где не было стыков, состыковали, на дома выходы сделали, поэтому по Ленину. Проект почти сдан, сегодня-завтра. Ну, там проще было, потому что когда реконструкция идет, представляете, полностью коммуникации, копать, менять их, поэтому большинство городов, особенно переходы с улиц на улицу, если вы заметили, вот эта паутина, вот, вроде бы по самой улице не бает, а вот именно на перекрестке, обратите внимание, повернетесь, там вообще очень хорошая программа, и к этому любой цивилизованный мир, и вообще все коммуникации должны быть надежными, надежные будут, если они будут в коммуникациях, именно погодные условия на них не будут влиять. В связи с этим проектом мне нужно еще отметить для журналистов, о том, что мы сделали вот эти вот даже анализационные литки, вот крышки, если вы увидите, квадратные, это в стиве комнаты, вот по улице Кармасова, дохода, начиная до Патка, и по улице от Гаджиры до Аджоникидзе, там вот, как мне сегодня Алисман сказал, где-то около 40 люков посадили. 48. 48 люков. То есть мы обновили какие-то, какие-то мы заново сделали, и вот будете идти, если вы видели квадратную люку на улице, например, на Кармасова там квадратная плитка, и на плите лежит круглый, вообще выделялся, ну, как бы, эстетически так. Мы пошли к тому, что вот под плитку сделали квадратный, и она как бы слилась, даже постарались цвета подобрать ровный. Метанически? Метанически, да. Вот обратите, вы видите. Партика, это просто и чем-то. Ну, я же думаю, это наш кондиционер, это наш кондиционер, куда право ваним. Это наш кондиционер. Это кабельный. Кабельный, это кабельный. От электросети не зависит. Ну, если электросети изъявить желание к нам спуститься, мы предоставим технические возможности. Понимаете, мы компании не можем заставлять, мы можем предоставить, предложить. Вот еще вопрос. Да. Проект на ДВК был на передаче как раз про импортозамещение связанное. Там вот я не запомнил, но кто это думал, но представьте, как у нас все же импортозамещение, он такое скритическое, мне не озвучил, что в скорое время на экстальные услуги связи подражают на государственном написании в отоплодке и у людей. Он это объяснил тем, как раз как и тем, что импортозамещение, это многие операторы будут сокращать программы развития и прочее прочее. Особенно говорил про у нас интернет действительно дешевый относительно дохода населения, то есть несложно обладать лишь 500-500 рублей. Ваше мнение как эксперта, сколько там ожидать подражаемых услуг интернета в образовании в будущем? Или на свой раз находился в такой статусе с войной, в которой интернет доступен? Вообще подражал? Интернет нет. Потому что проводят от ЛКВД от вас. Ну, здесь я вам скажу так. На самом деле когда говорили, что у компании Ростелеком пакет самый дорогой, но на самом деле он не дорогой. Эти же провайдеры покупают трафик или у Ростелеком, ну, у федеральных у себя нету. Ну, где-то они демпинговали рынок. Рынок чем можно взять? Ценой, качеством. Где-то, наверное, наши и по России больше уделили внимание на цену и потеряли качество. Так скажем. То, что в Дагестане подорожало, я не поддерживаю, подорожание, я поддерживаю всегда здоровую конкуренцию. Но цена не должна никогда влиять на качество, потому что потеряешь качество, то, что ты хоть бесплатно дашь, человек не будет этим пользоваться. Подорожания нет. надо такого глобального подорожания, да, все равно чуть-чуть по-моему нету, где-то идет. Это знаете, откуда пошло? Когда Минцифра России озвучила где-то, что в России может, то есть безлимитки, да, что уйдут от безлимита. Я вам скажу, что безлимитки отменены в сотовых компаниях, вообще других компаниях с прошлого года. Почему они сейчас это про него вспомнили? Насколько я знаю. это да, назывались. Это у людей безлимитка. Как может быть безлимитка, если ты дополнительную какую-то услугу все же не пользуются одними и теми же услугами. Кому-то звонки больше нужен, кому-то интернет больше нужен. Поэтому из пакета выбирает каждый человек, чем он пользуется больше. Тариф как конструктор его можно собирать. Не так 500 рублей пришел и безлимит. Может он больше интернет трафиком пользуется, может он голосовым больше пользуется. Поэтому как конструктор можно не выходя со своего рабочего кабинета человек может регулировать. А насчет подорожания я не думаю что так сильно подорожает. Где-то локально еще раз говорю когда жесткая конкуренция начинает демпинговать рано или поздно они приходят обратно потому что минус особенно коммерческие структуры они же долго не протянут работу. У нас в Дагестане если говорить именно сейчас если у нас пресс-конференция дизайна Ростелекома некоторые тарифы спускались до 100-150 рублей так же что для физических лиц. это как называется они привлекают абонента подключают за 150 рублей первые два месяца это маркетинг чистый маркетинг поэтому а потом переходит там 350-450 или говорят полный или там ну как у нас любят говорить безлимит единственное кто в Дагестане сейчас может предоставлять ТВ ну к примеру полный пакет она туда входит ну наш тариф а в местах права идира тоже она входит вообще вся работа сейчас строится госструктура ли это бизнес ли это это же на услугах все стоит программы та же самая и не только с последними событиями всегда было ну как бы взрос атаки пираты взламывают это все защит защитные каналы госструктуру я даже не представляю сейчас представьте даже самые элементарные возьмите без телефоне без электронной почты что сказать все же связано сервера защитные каналы закрытые каналы особенно для госструктур для силовых структур для Минобороны спектр очень большой легче сказать чем не пользуется поэтому многое зависит от вас понятно все стороны надо освещать озвучивать мнение каждого человека это его мнение поэтому это достойно уважения надо выслушивать и критику надо и позитивно все должно быть в этой жизни если все было бы хорошо я иногда говорю если все было бы хорошо мы все зачем здесь нужны само по себе все работало деятельность дагестанского филиала Ростелеком не остается незамеченной руководством республики и страны за вклад в организацию работы военных госпиталей в период пандемии Руслан Ерахмедов награжден медалью Министерства обороны России генерал армии Комаровский указом главы Дагестана Сергея Меликова он награжден медалью за доблестный труд это оценка нашего коллектива и дагестанского филиала и Ростелекома в целом подытожил руководитель компании награда за исполненный долг возможно сделать следующий шаг с 2022 года начинается УЦН-2 и другие новые проекты дагестанского филиала Ростелекома надо идти вперед в ногу с высоким технологиям а то что мы сегодня закроемся от каких-то новшеств от чего-то оно же не останавливается наоборот мы отстаем а нам надо идти наоборот впереди первым запускать новые технологии первым строить первым развиваться Дагестан это очень предприимчивые люди у нас Улица, улочка, райончик, дворик Ростелеком целиком тебя вторит приглашает в мир интерактивного эфира интернет-телефония для связи с миром Ростелеком всем известно даже ребятам из округи если нету связи интернета мы умрем от звуки Мы едем в гости к вам бегите по дворам и забирайте толпу Ростелекома Волну Едем в гости к вам бегите по дворам и собирайте толпу Ростелекома Волну В каждом доме знает что такое телефон В каждом доме знает это Ростелеком В каждом доме знает что такое интернет и на это все у нас один ответ Ростелеком в каждом дворе районе Ростелеком в каждом доме Ростелеком знают все в округе кто за Ростелеком Мы снимаем руки Едем в гости к вам бегите По дворам и собирайте толпу Ростелеком о волну Мы едем, гости к вам Бегите по дворам И собирайте толпу Ростелеком о волну Ростелеком Сильная команда, всегда номер один Здесь толковые ребята Приходят с оптикой в каждый дом Вы слушали радио России Дагестан До новых встреч